Здравствуйте! Добро пожаловать на урок самопознания. Доверие – это чувство доброго, искреннего расположения к человеку. Доверие окружающих помогает человеку поверить в себя, в свои силы и раскрыть свои возможности и способности. Мы продолжаем изучать тему «Сила доверия». Цитата урока является мудрость. Доверие – это фундамент любых взаимоотношений. Давайте поразмышляем над этими словами. Как вы понимаете это высказывание? Может ли быть дружба между людьми, если нет доверия? Что нужно делать, чтобы заслужить доверие? Вера и доверие связаны с открытостью. Если мы потеряли доверие к человеку, значит, мы от него закрылись. Если мы потеряли доверие к человеку, значит, мы потеряли веру человека. Главным и первым признаком доверия является наличие такого факта в взаимоотношениях, как верность, дружба, искренность, а также честность. Предлагаю вам послушать рассказ под названием «Важное поручение» Василия Александровича Сухомлинского. Школьник Станислав не отличался ни прилежанием в учении, ни старательностью в общественных делах. И учителю, и родителям с большим трудом приходилось заставлять его выполнять свои обязанности. Дальше обязательного мальчик не шел. Дома мальчика баловали, он был единственным ребенком в семье, которому все и всегда было позволено. А там, где радость эгоистична, угрызений совести не бывает. Учитель и отец заставили мальчика сделать кормушку для птиц, но до тех пор, пока труд ежедневно контролировался, Станислав что-то делал. Ослабевал контроль, и работа прекращалась. Приближались летние каникулы. В живом уголке школы стояла маленькая клетка, в которой жили две синички. Они были искалечены и не могли летать. Летом за ними нужен был особенный уход. Птички тосковали. Это поручили Станиславу. Каждый день ему надо было не только приходить в школу, давать корм, чистить клетку, но надо было готовить корм впрок на зиму. Птички привыкли к свежему корму, надо было несколько раз в день приходить в школу. Поручение дали от имени классного коллектива. Зная, что Станислав не отличается усердием, дети с большим интересом стали следить, справятся ли с трудным делом их товарищи. Мальчик был на виду у людей, он чувствовал, что на него глядят десятки глаз, но в то же время он был предоставлен самому себе. Его оставили наедине со своей совестью, и следовать ей было делом чести. Ведь от Станислава зависела жизнь маленьких существ, которые доставляют радость. Два месяца летних каникул были для мальчика трудными, напряженными, но радостными. Он вышел из этого испытания победителем над собственной ленью и равнодушием. Давайте поразмышляем. Какая перемена произошла со Станиславом после выполнения задания, данного классным руководителем? Что помогло Станиславу поменяться самому и изменить отношение к порученному делу? Можете ли вы вспомнить какой-нибудь случай или ситуацию из вашей жизни, которые изменили вас в лучшую сторону? Истинные цели, смысл жизни человека заключаются не в мечтах о богатстве, славе или знаменитости, а в умении понимать, прощать, помогать другим людям и не жить только для себя. Стараться быть всегда добрым, благородным и отзывчивым. Важно приносить пользу окружающим. Настоящее счастье заключается в том, чтобы помогать людям, дарить им радость, а также надежду. Доверие — это умение верить людям, желание видеть в каждом человеке только добрые и хорошие качества. Доверие позволяет человеку ощущать в себе безопасности и гармонии с окружающим миром. Доверие — это основа дружбы. А теперь, чтобы закрепить все, о чем мы с вами говорили, предлагаю приступить к творческой деятельности. Задание первое. Нарисуйте иллюстрацию к фрагменту рассказа о Станиславе «Забота о синичках». Задание второе. Прочитайте высказывание замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь судить себя, значит, ты поистине мудр. Ответьте на следующие вопросы. Как вы понимаете смысл высказывания? Кто или что может оценить? Верно ли человек судит себя? Как еще можно продолжить последнее предложение высказывания, кроме слова «мудр»? Желаю вам, чтобы у каждого из вас появлялись только настоящие, верные друзья, с которыми можно было бы поделиться своими секретами, переживаниями и радостными моментами жизни. До новых встреч на уроках самопознания.